Платная прибордюрная парковка на центральных улицах Сочи появилась в конце 2013 года. Для сбора платежей в Адлерском и Центральном районах было установлено 30 паркоматов на тысячу парковочных мест. Система проработала три года. Ежегодно бюджет города поступало порядка 15 миллионов рублей, при этом на содержание парковочных мест из бюджета выделяло 7 миллионов. Для оптимизации этой работы было принято решение привлечь инвесторов. Сейчас работа паркоматов приостановлена, а информационные экраны и вовсе заклеены. Автолюбители недоумевают, почему на курорте не работают платные парковки и высказывают свои версии неисправности паркоматов. Может быть, все зависит от сезона. Зимой мало людей приезжает в город Сочи. И, наверное, поэтому бесплатные парковки в центре города. Но я не знаю, как будет летом, конечно. Из-за того, что не работают паркоматы, не организована работа паркоматом в первую очередь. То есть, когда ты подходишь к паркомату, на нем написано «не работает». То есть, как оплачивать, куда оплачивать, люди не знают. Мы уже ищем себе гараж, чтобы снять. Ну и здесь, конечно, будем. Мы и так, когда приехали в город, мы платили всегда. Содержание и обслуживание муниципальных парковок находится в зоне ответственности управления автомобильных дорог. На эти цели из городского бюджета ежегодно выделялись средства. Но в 2016 году финансирование прекратилось. Причина – несовершенство федерального законодательства, которое наделяет основными полномочиями региональную власть. А муниципалитет не имеет доступа к специальным профессиональным базам данных. Администрация города инициировала ряд предложений в законодательное собрание края с просьбой разрешить этот вопрос в правовой плоскости. До принятия этого решения работу паркоматов остановят за счет инвесторов. Такие мысли есть у города. И мы знаем, что есть, в принципе, потенциальные инвесторы, которые готовы участвовать в конкурсе на заключение инвестиционного соглашения с администрацией города Сочи. Порядка трех тысяч еще дополнительных мест планируется при таких инвестиционных проектов, которые будут в течение семи лет обустраиваться. Но этот вопрос требует проработки. Пока ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, автолюбители экономят на время на бесплатных парковках. Но после того, как автоматы заработают, стоянка станет платной. Это практика всех мировых курортных городов. Ее основная цель – разгрузить центральные улицы, которые скоро, возможно, вообще станут пешеходными.